господи иисусе христе сыне божий помилуй нас номер 642 события дня лука 21 8 он сказал берегитесь чтобы вас не ввели в заблуждение ибо многие придут под именем моим говорят что это я и это время близко не ходите вслед их татьяна пудова уважаемый игнатий тихонович вам пишет многодетная православная мама в сельской школе и учится моя дочь ущемляют наши права навязывают урок основы духовной нравственной культуры народов россии на котором вместе с православием изучают следующие религии буддизм иудаизм и другие мы с мужем категорически против изучения ознакомления ребенка 10 лет с другими религиями кроме православия если в 4 4 классе еще была возможность выбрать православный модуль то в пятом классе выборе отказали хотя в соседнем районе в третьих школах в трех школах изучают только православную культуру с четвертого по восьмой классы игнатий тихонович помогите пожалуйста в нашей ситуации мы знаем что господь не оставит я отвечаю мой совет вам не подойдет вы его вряд ли примете помолитесь чтобы вам господь открыл это принять и без оговорок и додас мир в вашей душе и семье и вот дальше она ответит спасибо что вышли на связь вот интересно даже не ожидал что так придется я думаю отвечу и бой больше не будет спрашивать нет спрашивает дальше мы ожидаем именно ваш ответ пожалуйста напишите вы опытные в поиске правды поделитесь опытом как вы вообще смотрите на этот предмет ведь там рассматриваю вопрос с точки зрения буддизма иудаизма мусульманства где ребенку прививать будут посторонний духовный смысл ну как говорится двойная просьба отвечаю если ребенок из настоящей христианской семьи то ему эти уроки в школе будут только на пользу но чтобы если придется ему отвечать урок по этим дисциплинам он всегда бы говорил добавлял что согласно учебников это вот так но согласно святой библии то поистине это вовсе даже не так должен научиться приводить места священного писания как об этом говорит бог иоанна 336 верующий в сына имей жизнь вечную а не верующий в сына не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем деяние 4 12 ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись евреям 12 2 взирая на начальника совершителя веры иисуса который вместо предлежавший ему радости перетерпел крест пренегревший посрамление и воссел одесную престола божия то есть ребенок если потребуется мог бы вот так отвечать рассказать стихотворение а потом добавить я скажу как евреям 11 6 а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий богу веровал чтобы веровал что он есть и ищущим его воздает откровение 1 5 8 и от иисуса христа который есть свидетель верный первенец из мертвых и владыка царей земных ему возлюбившим у нас омывшим у нас от грехов нашей крови своею и соделавшим у нас старями и священниками богу и отцу своему слава и держава во веки веков аминь все грядет с облаками и узрит его всякое око и те которые пронзили его и возрядают перед ним все племена земные ей аминь я есть мальфа и омега начало и конец говорит господь который есть и был и грядет все держитель римлян 3 25 которого бог предложил в жертву милостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов соделанных прежде то есть эти места нужно очень хорошо знать а где об этом он учится то дома подготовки ефесянам 1 7 в котором мы имеем искупление кровью его прощение грехов по богатству благодати его колоссинам 1 14 в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов евреям 9 22 да и все почти по закону ощущается крови все и без пролития крови не бывает прощения филиппийцам 2 10 дабы пред именем иисуса преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних все эти места из святой библии ребенок должен знать наизусть и иметь при себе записанным точно отпечатанным чтобы показать почему они согласен ни с одним другим учением а только согласен полностью с откровением божьим марка 16 18 то есть это ребенка можно научить можно ему об этом сказать можно ему ответить если он верующий марка 16 18 будут брать змей если что смертоносное выпьют не повредит им возложат руки на больных и они будут здоровы исайя 11 8 и младенец будет играть над нарою аспида и дитя протянет руку своей на гиздо змеи в одной семье именно так учили детей и там что-то коснулось в школе раньше в советское время про лампочку или ищать какое отношение имеется ввиду или ищет а владимир лишь ленин его лампочка как девочка учится на дне пятерки и вдруг приносит домой единицу вторую мать спрашивает чем дело она говорит девочка это отвечает но это неправда что там он такой мать пошла сама в школу она говорит я не знаю что случилось вашей девочке она встает и не отвечает на вы спросили выучила я винетта ну давайте спросим спросили алена ты выучила она гряда расскажи она рассказала а почему же не рассказывала потому что это неправда он не является светом или ищет свет это христос вот так нужно учить ребенка чтобы он отвечал как должно ксения юрова сердечно поздравляем с престольным праздником всю потеряевскую братью мира и благополучия всем поселенцам и гостям низкий поклон батюшки и вам игнатий тихонович спаси христос но я ответил спаси христос я попутно поясняю в мой мир не вошли наши 1243 видеоролика который есть на нашем видеоканале в ю тубе тут еще есть письмо татьяна пишет и михаил кальмаев мир вам игнатий тихонович небезызвестный вам александр калинин показывает себя ярым почитателем николая второго и ратует за христианское государство святая русь также борется против показа фильма матильда поджогами и угрозами думаю что он плохо кончит не послушал вас свое время а теперь скатился в эту бездну царь божия монархизма вот тогда еще когда шла эта неслыханная пропаганда необходимости прославления николая второго они епископат почему не видели каким это результатом приведет и еще приведет возникновение царь божия на совести их такие как калинин и 40 40 в это уж от грязи на православие ну что то звонит татьяна вот поставлена картонные это из фанеры ящики вот такой звук меняется мне как раз слышно ну и посмотрим наши ресурсы мой мир большой ресурс вполне друзей у меня четыре тысячи триста девяносто девять фотографии восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь видео семь тысяч тридцать семь сейчас посмотрим сходится ли это тысяч семьдесят семьдесят теперь вот так семь тысяч тридцать семь ну я добавил что здесь это я переношу ролики с видеоканала не вошли тысячи двести сорок три видеоролика ну а здесь видеороликов семь тысяч тридцать семь ну и восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь это фотографии наших думаю осенью будет больше когда я возвращусь здесь выставляются они здесь легко связаться по почте письмо ну и наш форум прекрасный форум легко зарегистрироваться участвовать он уже действует две тысячи семьсот семьдесят восьмой том день и здесь у нас тысячу шестьсот тем разных но внизу вот здесь если нажать зеленый вот это можно узнать сколько вчера было посетителей вот посетителей триста шестьдесят один триста шестьдесят один посетитель пришел ну и зайти на видеоканал вот пока говорили еще двое кто-то зашли ну вот сходу если посмотреть на себя ругань я не виноват мне я уберу тогда это вот так пользователь по псковский ремесленник дмитрий васильев львов добавил комментарий простите мне это замещание но не могу не написать вы говорите что от злых людей не надо принимать пищу дальше вот а злых людей в этом я вы опознали фактически все вот согласен хотя этому не следует по жизни бы что-то из еды покупаю магазине ну и как известно теперь в россии пустили бизнес капитал а все это не терпит труда труда по совести ставит перевораченной задачей получить большую прибыль при меньших затратах большую и все это в скупе в скупе наносит вред не только нам лично а главное вредит будущим поколениям так вот даже я на своем канале не пускал и не буду пускать рекламу ибо говорю о том в своих видео что люди живите на земле и говорю о том в своих видео развивайте ремесло причем то которое может передать потомкам а в рекламе youtube может рекламировать отличные от моего понимания вещи его в этом не прикажешь так вот и у вас вы соблюдаете посты против аморального поведения и абортов а в рекламе могут как раз призвать к убийству детей рекламирует то что идет совершенно в разрез с вашими убеждениями примеру скажу не все продается за деньги и даже принуждение стоит вестись на уловки темные стороны продвигать себя в массы короче реклама на таком канале неуместна не должны деньги править людьми хоть и без них не прожить но это как свинью в доме не пускает ибо дом превратится в свинарник так и желание заработать не должно управлять человеком деньгам как и свиньям должно быть свое место к примеру мне очень режет душу что лавки церковные находятся в самих церквах и торговли идет храмах нет все же этому не место в храме понятное дело без денег понятное дело без денег теперь не обойтись но а это извиняюсь как навоз домой заносить все это написал не ради поругаться и прошу не расценивать это с плохой стороны хотя это все и не мое дело уж не обижайтесь ну первую очередь ради денег я ничего не делаю здесь сразу ни одной копейки ни одного цента не получал мы никакого вреда по сегодняшний день не было это администрация делает у нас спросили мое разрешение я разрешил в письменном виде если такая где-то и появится реклама заходит иногда но это на несколько минут и сразу блокируют и больше нет так бояться из дому не выйти они перед глазами все дела эти беззакония так что забота ваша понятна благодарю я не вижу мне говорят когда я говорю бывает это плохая реклама никто ни один человек не показал не показал но это все таки не два дня с двенадцатого года двадцать седьмого декабря у нас работает наш видеоканал но считайте уже пять лет пять лет и ни одной рекламы такой нету за пять лет так что ну так а деньги деньги какие-то начисляют но никто их не видит мы даже не знаем как их снимает или снимает у нас свое вот они доберу допустим где-то рекламу где-то кризар рекламы кто-то заходит узнает полезное так второй пользователь михаил кальмаев пишет что бедный никита как же ему скучно и как же ему надоели все эти поучения игнатия тихоновича он и лицом и позой и словами это показывает однако не унимается неугомонный старик старик это на меня он так говорит вот так неугомонный но ничего плохого не было все эти остаются никто их не трогает вот теперь показать наш видеоканал сегодня мы выставляли что-то изменить вид страницы не знаю что это такое сегодня утром виде 10 видеороликов поставил вчерашний день пятница перед субботой а в субботу у нас престольный праздник то есть сегодня я субботу это рассматриваю ну согласно звонка и батюшка говорил может приехать митрополит московской патриархии барнаульский алтайский сергий иванников так что у нас сегодня торжество торжество немалое престольный праздник вот у нас сегодня ролик выяснил отец Аким едва не погиб от пятилетнего ребенка 21 просмотр так все это заросло терном 30 вот так вот и наш во свете библии православный библейский сайт для слова божия нет уст тут уставы все наши это из документов книга вот здесь я ее делаю ткни только вот я ее ткну сейчас и сразу откроется вот она все заголовки вот лагерь стан в Алтайской краевой совет ну а фильмы предчувствия ну все тут такое стоит только откнуть вот допустим не потеряйся небо потеряй я его ткнул вот сразу пожалуйста большая статья табак то есть очень хорошо составлены или к истинному православию в него ткнул сразу пошло оглавление вот табакокурение допустим я ткнул его дальше идут текст вот так составлены очень хороший ну и на этом как бы все но вопросы и ответы здесь вот данные 4124 можно открыть будет ответ один хотя бы но вчера дали интересный материал я его решил показать всем современный ион внутри затонувшего корабля корабль какой был вот 14 сентября истории личности судовой кок Харрисон О'Кене 72 часа боролся со свою жизнь в утонувшем корабле на глубине 30 метров умоляя Бога о чуде это произошло еще в конце мая 2013 года но видео и более точные данные мы получили недавно Нигерис выжил на затопленном судне проведя 72 часа на дне моря столько же сколько ионе в очреве кита 3 дня судовой кок Харрисон О'Кене 72 часа боролся за свою жизнь запертый без еды и воды в утонувшем корабле на глубине 30 метров в темноте он слушал хруст с которым рыбы ели тела погибших членов команды и считал по памяти псалтырь умоляя Бога о чуде как все было псалтырь считал значит христианин был по памяти считал псалтырь не другую книгу вполне может быть что и православный Атлантический океан 30 километров от побережья Нигерии пол шестого утра Ночной экипаж буксира Джескон 4 борясь сильнейшим штормом выводит танкер к нефтяной платформе корабельный кок Харрисон О'Кене как всегда встал рано в этот момент особенно сильная волна ударяет Джескон и одним движением переворачивает буксир с двенадцатью людьми на борту вверху килем корабль начинает тонуть слабый поначалу поток быстро набрал силу по мере того как корабль уходил глубже под воду внезапно вода ударила в полную силу и пронеслась по коридору сметая и расшвыривая попадавшихся людей Харрисон в ужасе наблюдал как одного за другим убило трех его товарищей шедших впереди самого повара напором воды отбросило в соседний туалет вода пребывала медленно но неуклонно и заполняла тесную комнату воздушный карман под потолком становился все меньше я находился в воде в полной темноте понимая что это конец моей жизни я думал что вода затопит полностью помещение и я утонул однако это не произошло рассказывает Харрисон позже в интервью повар не знал что по невероятному стечению обстоятельств корабль повис на буксировочном тросе и остановился на глубине тридцать метров в подводной ловушке повару предстояло провести примерно столько же сколько ионя ваще веки та три дня я слышал как рыбы ели моих друзей вокруг меня была темнота и стоял шум я плакал и взывал к Иисусу чтобы он спас меня я молился так сильно я был так голоден и так замерз я молился чтобы увидеть хоть какой-нибудь свет вспоминает Харрисон я был голоден но больше всего я хотел пить соленая вода отслоила кожу от моего языка вспоминает моряк кроме бутылки ваколы которые нашел Харрисон в течение семидесят двух часов он ничего не ел и не пил было очень очень холодно и темно я ничего не ел не видел но я ощущал вокруг себя тела мертвых членов моего экипажа замерзая все больше Харрисон прокручивал перед глазами пленку своей жизни вспоминает маму друзей и свою жену через день они должны были отмечать пятую годовщину свадьбы каждый вечер жена посылала супругу сообщение с текстом из Библии чтобы Харрисон считал их на ночь похоже что протестант был накануне вечером повар читал псалмы псалтырь с пятьдесят четвертого по девяносто второй моряк по памяти вспоминал псалмы и повторял их один за другим умоляя Бога о помощи я молился около сотни раз мне трудно читать я простыл голос сел я молился около сотни раз вспоминает Харрисон когда я уставал я просто звал Бога по имени и надеялся на божественную помощь на вторые сутки умирающий от холода голода обезвоживание и удушья моряк услышал звук корабельного двигателя Харрисон находился в отдаленной части корабля и понял что судя по звуку дайверы работают слишком далеко чтобы его найти хотя выживший стучал молотком по обшивке его не услышали через некоторое время работы стихли и звук мотора начал удаляться это были водолазы из DCN Global Diving дайверов наняла West African Ventures компания владельцев буксира чтобы поднять тела погибших моряков на поверхность официально 12 членов экипажа числились пропавшими без вести но неофициально их уже считали мертвыми за первый день на работу удалось найти десять тел родственникам всех моряков сообщили о смерти здесь что-то живое Харрисон не знал сколько прошло времени но он снова услышал работу инструментов а затем почувствовал движение и увидел свет водолазного фонаря когда дайвер проплывал мимо его каюты Кох сначала не решался покинуть свое убежище побоявшись что дайвер от неожиданности может ударить его ножом но потом он опустился в воду и дотронулся до плеча водолаза тот вздрогнул от страха я отплыл назад и просто держал руку в воде и махал им перед его камерой надеясь что люди наверху увидят картинку вспоминает Харрисон испытано им тогда облегчение все еще заметно на его лице сегодня когда он рассказывает об этом моменте тогда он думал что находится на дне Атлантического океана что за видимо сверху спрашивает а ты нашел одного да здесь что-то живое он жив он жив дайвер и Харрисон держали друг друга за руки просто 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 держи его там окей не знаю что я теперь буду делать рассказывает Джен Шемберлен один из руководителей операции первоначально мы готовились к операции по поиску тел погибших мы никак не ожидали что что-нибудь кто мог выжить под водой так долго когда мы наверху узнали что есть выживший это полностью изменило всю концепцию и началась операция по спасению это было очень вдохновляюще не часто услышишь о таких историях это феноменальный случай выжить так долго на такой глубине это феноменальный случай считает консультант профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу пади в любительском дайвинге на таких глубинах рекомендовано проводить не более двадцати минут пол макдональд офицер водолазного корабля осуществившего спасение тоже назвал происшедшее экстраординарным событием как вода не заполнила этот карман остается только гадать я бы сказал что за этим человеком кто-то присматривает считает пол специалисты по выживанию с ним согласны количество воздуха в кармане ограничено однако он не закончился до прибытия спасателей кроме того Хорисон все это время находился по поясу в холодной воде и мог умереть от переохлаждения сам повар точно уверен что прибывающую воду остановило чудо я не знаю что мешало воде заполнить ту комнату я взывал к богу он это сделал это было чудо меня спас бог говорит Хорисон все эти трое суток он непрестанно молился ну на сегодня пожалуй хватит вот я